Приветствую вас. В первую очередь, сразу хотел бы вам сказать следующее, что никакой страх вам поваривать не нужно. Страхи говорят лишь о том, что вам где-то есть угроза. Страхи говорят о том, что вы где-то чувствуете опасность. Страхи говорят о том, что чего-то вам делать не нужно. Поэтому поваривать страхи не нужно, раскрыть страх, увидеть, что на нем стоит, либо подавленное желание кем-то, либо запрет в какую-то, это уже куда более тонкая, тонкая работа. Это первое. Второе. То, что хотел вам сказать. По вашему изложению текста, по вашему изложению текста, у меня сложилось впечатление, что вы путаете мысли, с вас путаются мысли. Такое у меня впечатление сложилось. У меня сложилось впечатление, что вы не владахте своими чувствами. Вот. И у меня такое ощущение, что вы не очень хорошо понимаете вообще, где вы, где другие люди и так далее. То есть это вот такая довольно, ну довольно вообще серьезная история. Это вообще довольно серьезная проблема. Вот. Поэтому, в первую очередь я рекомендую вам обратить внимание именно на это. Это первое, да. То есть просто вот разобраться сперва со своими чувствами, как, что они из себя представляют, что за чувства, да. То есть отделить одно чувство от другого, одно желание от другого. Вот. Возможно, лучше воспринять, воспринимать, точнее, себя. Вот. Вот. Ну, вам необходимо, да. То есть получить, получить какие-то более, более, может быть, полные представления о себе. Вот. Вот. Это то, что нужно сделать вам. И уже потом, потом, дальше уже можно будет что-то рекомендовать вам. То есть это вот только в таком порядке. Никак не в другом. То есть другой порядок вам противопоказан сейчас, потому что вы не будете ставить слишком большие цели, слишком высокие цели. Как бы абсолютно никакого значения для вас. Не будет. Вы не достигнете цели. у вас нет средств. Смотрите, это такой момент. Дальше. Значит, здесь наблюдается процесс избегания, да, то есть как бы подавление, избегание, уход в наркотики, вот. Значит, скорее всего имело место быть расщепление у вас. Расщепление такая история, когда родитель один родит, ну или оба, ну как правило один, требует от вас, чтобы вы были кем-то, кем вы не являетесь. Вот. И, соответственно, вы не можете быть тем, кем вас хотят видеть. Вот. Но не можете быть и тем, кем вы являетесь. И по итогу происходит как раз процесс расщепления. Значит, вам становится тяжко. Вот. Вот. Салфа на улице точка. Поэтому вот это вот механизм расщепления, так иными словами, требование, требование от себя, да, от себя самого, требование, быть кем-то другим. Значит, это вот первое, от чего нужно вам отходить. Вот. Вот, в принципе, так можно вам ответить. На этом все. Значит, я понимаю, что этого мало, но больше всего пока рекомендовать вам я не хочу. Потому что на уровне ваших мыслей, на уровне ваших желаний, нужно выбираться. Как бы дальше, дальше, уже будет понятно. Дальше уже будет ясно, что можно вам порекомендовать. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, пишите в личное сообщение, буду рад вам помочь ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров Е. Корректор А.Кулабording Субтитрова